Африка. Место одновременно прекрасное и смертельно опасное. Это дом для бесчисленного количества животных, многие из которых прирожденные убийцы. Встреча с ними лицом к лицу не несет ничего хорошего. Они стремительны, сильны и очень опасны. И сегодня мы поговорим о самых опасных животных Африки. Ну что ж, погнали! Ссылку на канал я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. Улитка-конус. Это хищные и очень ядовитые улитки, которые обитают во всех тропических морях, омывающих Африку. Некоторые виды этих моллюсков настолько ядовиты, что запросто способны убить взрослого человека. Эти животные охотятся на морских червей и моллюсков, а иногда поедают мелкую рыбешку и ракообразных. Добычу они парализуют своим ядом. Улитки защищаются, когда их берут в руки, выпускают свои жала. Их укусы сравнимы с укусами пчел. Сигаретная улитка – самый опасный вид этих представителей. Ее яд настолько сильный, что укушенные люди погибают за считанные минуты. Как говорят, за это время человек не успевает выкурить и сигарету. Отсюда и пошло ее название. Африканский буйвол. Это самый крупный вид диких быков на планете и одно из самых многочисленных животных в Африке. Издалека это мирно пасущаяся корова, однако если подойти слишком близко, рискуете быть поднятыми на рога. В среднем самец весит как небольшая малолитражка, а масса рекордсменов достигает 1200 килограмм. Расстояние между кончиками рогов нередко превышает 1 метр, а костный щит на лбу настолько прочный, что его не всегда пробивает пуля. Особую опасность представляют старые быки-одиночки. С возрастом они становятся агрессивны ко всем другим видам, включая человека. Буйволы часто калечат и даже убивают львов. Также под их копытами каждый год гибнет несколько сотен человек. Муха-ЦЦ По размерам это обыкновенная надоедливая муха всего 9 миллиметров в длину. Ее основной источник питания – кровь, добывая которую насекомое больно кусается. Да, неприятно, но не смертельно, если рассматривать столько укус. Однако муха-ЦЦ – это подлое животное, которое переносит весьма неприятное заболевание, сонную болезнь. Первые симптомы – повышение температуры, ломота в суставах и мигрень. На последней стадии болезни у инфицированного человека наблюдается плохая координация движений и бессонница. Хоть эта болезнь поддается лечению, но в условиях бедных африканских стран многие люди не успевают распознать симптомы и вовремя обратиться к врачу. Каждый год от этой болезни погибает несколько десятков тысяч человек. Носорог Очень редкое животное, которое занесено в Красную книгу. Он не испугается вида приближающегося человека, а скорее даже наоборот. Африканский носорог обладает слабым зрением, поэтому инстинкты самосохранения срабатывают у этих существ мгновенно при виде любого движения. Если напугать животное или приблизиться к самке с детенышем, то оно становится невероятно агрессивным. Носороги разбегаются, развивая скорость до 30 км в час и наносят сильный удар рогом. Чаще всего этого удара достаточно, чтобы переломать почти все кости человека. После носорог начинает топтать тело жертвы своими мощными копытами. Поэтому лучше обходить страной этого зверя, способного одним ударом превратить прочный автомобиль в груду металла. Нильский крокодил Считается самым опасным земноводом в Африке. По различным оценкам, эти крокодилы ежегодно нападают от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Более половины из них умирает. В отличие от других животных, эти нападения не являются территориальными или оборонительными, они чисто хищнические. Нильские крокодилы не боятся людей и рассматривают их как еще один простой вариант добычи. В светлое время суток они, как правило, греются на солнце, а в сумерках выходят на охоту. На жертву они нападают из-под воды. И это огромное животное незаметно подплывает к своей добыче, хватает ее и за секунду утаскивает на дно, где рвет на куски. Лев Несмотря на грозный внешний вид, царь зверей убивает сравнительно немного людей. Да, встреча человека с голодным львом в открытой саванне заканчивается плачевно, но от группы людей большинство животных постарается скрыться. Самый вопиющий случай в истории произошел в 1898 году при строительстве железной дороги в Кении. Двое львов в течение 9 месяцев терроризировали лагерь рабочих. Количество жертв людоедов составило 130 человек. В 2004 году в Танзании застрелили самца льва, который убил 35 человек. Раньше львы господствовали на всей территории континента, но потом человек встал на их пути. За последнее столетие людьми были убиты сотни тысяч львов. На сегодняшний день осталось примерно 23 тысячи особей этих крупных кошек. Удивительно, но самым опасным животом Африки считается вовсе не хищник, а травоядное животное – бегемот. Это милые и безобидные с виду животные убивает больше людей, чем крокодилы и львы вместе взятые. При размерах в 3 метра в длину и веса до 4 тонн, бегемот кажется неповоротливым. Однако на своих коротких ногах он способен развивать до 30 км в час. Обычному человеку ни за что не убежать от него. Его клыки достигают 40 см в длину, а пасть способна раскрыться на 150 градусов. Бегемот спокойно делит водоем с крокодилами, которые не рискуют на него нападать, а львы охотятся только на детенышей. Основная причина конфликтов с человеком кроется в том, что бегемоты практически не боятся людей. Они безопасно подходят к поселениям, питаются на полях, уничтожая урожай. Если подойти слишком близко, бегемот нападает, особенно если это самка с детенышем. На этом всё. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Если это так, то поставьте этому ролику лайк. Ну а если вы не нашли ничего увлекательного, то смело влепите дизлайк. А также не забудьте перейти на канал «Валдайский синдром». Ссылка в описании. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова